Не зря это село называют ягодной провинцией. Земляника здесь настолько популярна, что садоводы даже на рынок не ходят. Продают тут же у себя на поле. А сегодня на земляничный фестиваль садоводы пришли не за заработком, а чтобы пообщаться, показать себя и свой урожай. Пироги и булочки с садовой земляникой, торты, заливное и клубничная панакота. Столы просто ломятся от лакомств и угощений. На фестивале несколько номинаций соревновались в урожайности, разнообразии сортов и приготовлении лучшего блюда. Был также конкурс частушек и выбирали лучший тематический костюм. Шили костюмы, искали реквизиты, коляску готовили, детей готовили морально, подготавливали. Кто, Наташа, мы? Клубнички, да? Клубнички, мы семья клубничек, земляничек субботинских. Жюри было непросто оценить урожайность. Комиссии пришлось объехать 10 ягодных плантаций, чтобы выбрать лучшую. Комитет, который выезжает прямо на поля к нашим садоводам. И мы проводим там с агрономами. Именно они смотрят участки, смотрят, как посажено. Смотрят завязи, смотрят количество вообще ягод. В рамках фестиваля гости побывали и на местном плодово-ягодном участке. Здесь прошли испытания более 100 сортов земляники. По 26 из них. Сейчас ведутся наблюдения. Каждый сорт можно было попробовать прямо с грядки. Специалисты питомника провели мастер-класс по сбору клубники. Обязательно оставляем чашелистики. Обязательно. Даже в домашних условиях я рекомендую при сборе собирать именно с чашелистиками. До позднего вечера настроение всем любителям клубники поднимали артисты. В этот день было съедено много этой сладкой ягоды. Организаторы уверены, земляничный фестиваль станет одним из лучших проектов по развитию туризма в районе. Возможно, в будущем он получит краевой статус. Ольга Максюшина, Алексей Фролов. Енисей. Новости.